Приветствую вас! Давайте попробуем последовательно, не торопясь, разобраться с тем, что у вас происходит. Потому что такое ощущение, что несколько достаточно разноплановых элементов, несколько достаточно разных вещей, событий, характеристик. Я бы даже сказал в проблемных сферах, вы, условно говоря, соединяете в одном, в таком вот небольшом с вами сообщении. Первое, что вы пишете, это то, что вам нравится парень, но вы не знаете, нравится ли вы ему, потому что почти не общаетесь. Только иногда здоровайтесь, значит, что вы знакомы, если здороваетесь. Кстати говоря, почему иногда? Если люди знакомые, они здороваются всегда. Если люди не знакомы, то, конечно, они не здороваются. И правила вежливаются, требуют от человека здороваться все время. Почему вы здороваетесь иногда? Это первый вопрос к вам. То есть, понимаете, нужно прояснить. Нужно сделать ситуацию более ясной, тогда будет понятна и основная проблема. Дальше. Следующий момент. Вы пишете, что вы почти не общаетесь, но раньше общались нормально. Так, значит, раньше вы общались нормально, а теперь нет. И опять, вы ничего не раскрываете относительно этого. Если вы раньше общались нормально, то что послужило причиной прекращения общения? Почему, условно говоря, вы перестали общаться, что повлияло на вас, что повлияло на него? Какова причина того, что вы перестали общаться с человеком, который, ну, вроде как, вам нравится, без которого вы не можете жить? О нюансах того, что вы чувствуете, я еще скажу. То есть, вот это нужно, ну, тоже нужно разобрать. То есть, если был какой-то конфликт между вами, например, и вследствие этого конфликта вы перестали общаться, то, соответственно, более близкое общение между вами начинать стоит именно с того, чтобы, чтобы как раз таки и разрешить этот конфликт, ибо он вам мешает. Ну, разрешить его как? Для начала, для начала, вообще, как говоря, определить его природу. Какова природа вашего конфликта? Чем она связана? Это следующий момент. Дальше. Дальше вы пишете о том, что у меня такое чувство, что я вроде бы не могу без него жить, и дня не могу без него прожить, а иногда у меня такое ощущение, что я его ненавидел. Связана подобная реакция с тем, в первую очередь, что вы, ну, во-первых, циклично его воспринимаете, то есть человеческое сознание, оно вообще ритмично, и если добавить график его человеческого сознания, то это постоянный взлет и постоянное падение. Тут вот, ну, перепады такие, да, череда. Чередование того, что вы чувствуете, то есть одного и другого. Вот. Но причина, основная причина того, что вы чувствуете, основная причина того, что вы ощущаете, на мой взгляд, заключается в том, что иногда вы понимаете, насколько человеку вам дорог, и тогда вы не можете без него жить и дня. Кстати говоря, очень интересный момент, почему так? Ну, то есть, с чем связана подобная, ну, подобная значимость человека, с вашей точки зрения. А иногда вы, как бы, обвиняете его в том, что он занимает слишком много места в вашей жизни. И вам это неприятно, вы хотите от него избавиться, и в результате, собственно говоря, вы его ненавидите, потому что он вам мешает. Дальше. Вот вы пишите, что не можете прошить без него дня. Вопрос, который я вам хотел бы задать. Почему вы не можете прошить дня без этого человека? Ведь если вы его любите, то вам, вроде бы как, должно быть все равно. С вами он, или без вас. Главное, чтобы человек был счастлив. Разве нет? Разве не так? А если не так, то простите. Тогда возникает еще один вопрос. А что же это за любовь такая, когда вы хотите, чтобы мужчина был, как бы с вами? У вас возникает мысль, а для чего он вам? Для чего он вам, и почему вы хотите обязательно быть рядом с ним? Какие ваши потребности мужчин, по вашему мнению, должен удовлетворить? Что он вам даст? У вас явно к нему некие такие, я бы сказал, завышенные ожидания. По моему, конечно, мнению. И, соответственно, это нужно убирать. Завышенные ожидания лучше снижать, потому что ничего хорошего из этого не получится. К сожалению. Дальше. Последний момент, который я хотел вам сказать. Вы боитесь быть отвергнутой. То есть, вот вы хотели бы написать человеку в соцсети, но боитесь быть отвергнутой. Почему? Почему вы боитесь быть отвергнутой? Почему вы считаете, что если мужчина вас отвергнет, отвергнутой, то это обязательно будет означать, что все дело в вас. А почему вы не считаете, что тело может быть в нем? Какое для вас значение того, что вас могут отвергнуть? отвергнутой. раз вы боитесь быть отвергнутой, вы сомневаетесь в себе. Что-то заставляет вас бояться и избегать определенных негативных последствий. И вот с этим, пожалуй, тоже нужно разбираться. Потому что складывается ощущение, что мужчина нужен вам для того, чтобы, ну, точнее, в том числе, вот так правильно скажем, в том числе и для того, чтобы доказать себе самой, что вы, например, например, чего-то стоите, что вы, например, достойны, и что вы, например, не хуже, чем другие. Ну, скажем, другие девушки или другие люди. В зависимости от того, в каком контексте вы воспринимаете отношения. И если так, то вот этот аспект, то есть аспект самоутверждения его необходимо отделить от ну, от личной сферы отношений. Он вас мешает. Если вы неуверенны в себе, то необходимо с этой неуверенностью бороться. Какие-то недостатки в себе принять, какие-то недостатки рады группировать, но самое главное грамотно отдавать себе отчет, в чем именно ваши слабые стороны. И уметь обращать их себе во благо. Какими-то пользоваться, какие-то минимализировать, чтобы они минимально влияли на вашу жизнь негативно. это все работа, работа над собой. И вопрос топ готовы ли вы к этой работе? Если да, то вам стоит выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать работу с ним в этом направлении. Заметьте, не в направлении выстраивания отношений, нет, именно в направлении саморазвития, в направлении грамотного отчета о себе, построение грамотного отчета о себе, это для вас сейчас наиболее важный. Будете уверены в себе, будете себя любить, будете себя любить, вас будут любить и уважать другие люди. И тогда сейчас построить отношения с этим мужчиной будут очень высоки. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.